Девушки отдыхают Это Урал. Водохранилище в низовьях реки Чусовой. Пустынный Пловский остров. И нет на нем ничего, кроме истории. Да, там Москва, там Сибирь. А здесь, при Иване Грозном, граница русской земли. Здесь землю купцов Строгановых. И на этом острове стоит деревянный кремль Чусовского городка. И отсюда Ермак отправляется в поход, покорять сибирское ханство. А прирастая Сибирью, Русь превратится в Россию. А ее граница, край, Урал станет ее серединой, хребтом. И с тех пор есть куда расправить второе крыло, есть куда смотреть второй голове российского двуглавого орла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Иванов назван самым значительным русским писателем 21 века. Его романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта» будто переоткрыли Урал. Он не регион из многих, а особая цивилизация. Множество раз пройдя эти места в походах и экспедициях, Иванов впервые ведет по ним съемочную группу. Юлия Зайцева – спортсменка-универсал, на себе проверяющая. Дороги и реки, пороги и плотины, скалы и пещеры нашего маршрута. Все они – этапы уральского экстремального многоборья. На стыке Урала и Сибири нет ни полей, ни степей. Но здесь в последний раз сходятся Русь и Орда, Мирпашин и Мирпастпич. В этих лесах и болотах царь Иван Грозный и хан Кучун делят ничейный стратегический ресурс – пушнину, одну из главных валют эпохи. Памятником последней битвы Руси и Орды стоит первый русский город Сибири – Тобольск. В Тобольском музее оружие 16 века и собольи шкурки. Из-за них этим оружием – последняя битва русских и Орды. Потому что пушнину везут в Европу, конвертировать в другую главную валюту эпохи – в золото конкистадоров из недавно захваченной Америки. А кто повезет? Ханские верблюжьи-караваны или царские санные обозы? Сокровища тайги поставлять на запад властелинам обеих сторон Атлантики. С тех пор это вечный сюжет. Алексей, то есть получается, что вот шкурка Соболя – это наш баррель 16 века? Получается, что так. Натуральных валют в той эпоху было всего 4. Это значит русский мех, золото Америки, китайский шелк, индийские специи. То есть пушнина – это нефть 16 века. А сибирское ханство хана Кучума – пушной кувейт 16 века. Кучум – прямой потомок Чингисхана. Ему русские – беглые рабы Золотой Орды. В своей борьбе с сибирскими татарами Грозный полагается на соли промышленников Строгановых. Он дарит им на реке Каме огромные земли. За соль да пушнину царь-батюшка, дай бог ему здоровья, пожалуй, это не откажет. Строгановы ставят здесь соляные заводики, обнося их маленькими крепостями. Добыча соли тогда – стратегический промысел. Она не только в пищу идет, но и при производстве пороха нужна, при выделке меха. И тут заводиками-крепостями, очень кстати для себя, Строгановы перехватывают у сибирских татар пушной путь. Но отряды Кучума переходят Урал и громят укрепления конкурентов. Тогда Строгановы обзаводятся собственным войском из волжских казаков. В 1579 году по призыву солепромышленников Строгановых сюда, в их тогдашнюю уральскую столицу Орел-городок, приходят с Волги казачьи отряды атамана Ермакат. Орел-городок тогда стоял на той стороне реки. 300 лет назад берег осыпался в каму, и жители перебрались на другую сторону. Так появилось современное село Орел. Ну, а казаки причаливали туда. Волжские казаки 16 века – это такие бандитские бригады. Все они заочно приговорены Иваном Грозным к смерти. Но Строгановы говорят – выпросим вам у царя пощаду. Только идите в Сибирь, разгромите столицу Кучума и Скер, а добычу забирайте себе. Ко всем казакам послужить на войне царю-батюшке. А где же твоя свита, посол, цараный? И подарки? А подарки сам выбирай. Жизнь или плоха. Дружина Ермака – это штрафбат 16 века. Хорошо повоюешь, помилуют, награду получишь и в люди выйдешь. А сколько здесь в начале похода казаков было у Ермака? 5-6 сотен. 5-6 сотен – это на несколько десятков тысяч татар. Казаки применили разбойничий ноу-хау, речную войну на лодках. Конные татары не могли их остановить. Лодки Струги – снаряжение, получаемое казаками от Строгановых. Каждая вмещает 40 человек. Весла и мачта с парусом. На бортах – щиты. В уключинах – пушечки и ружья. Это канонерка 16 века. Легкая, но с броней и артиллерией. Ермак тронулся в путь только осенью. Его дружина пробирается в Сибирь по рекам Урала. Доля достава, конечно, не успевает. И зимует здесь, на вершине этой горы. А в недрах горы – Кунгурская пещера. Вот вход в нее, которым воспользовались казаки Ермака. Они втащили в пещеру свои пушки, чтобы хоть их не поднимать наверхотуру. А здесь всегда снег и лед? Всегда. И зимой, и летом. В этом гроте, в вечных снегах, в 19 веке нашли два пушечных ядра. От пушек Ермака были ядра. Больше некому их было здесь оставить. Если верить всем легендам, то Ермак на Урале побывал просто везде. Что невозможно, конечно. Ермака здесь считают основоположником любой древности. И она непременно носит его имя. Он – отец, царь и бог уральский. Вот площадка, вал и ров городища, где зимовал Ермак. И вал насыпан, и ров откопан местными племенами еще за 400 лет до Ермака. Но все равно городище считается Ермаковым. Это все-таки здесь доходит почти до смешного. Почти всюду на Урале Ермак работает, что называется, Лениным. Ну поймите, это особое место. Место встречи, которое изменить нельзя. Здесь встречаются Европа и Азия, славяне, финно-угры и тюрки, православные мусульмане и язычники. И весь этот замес случился в результате похода Ермака. Ермак открыл этот мир русским. Ермак – это русский колумб Урала. Двигаясь по реке Чусовой, казаки то и дело пытаются свернуть в ее восточные притоки. А вдруг по ним можно перевалить через Урал и вплыть в Сибирь? Но нигде не пройти на тяжелых стругах с пушками. За право считаться местом зимовки Ермака спорит и другая пещера. Скала Ермак с пещеры, в которую ведет вот тот маленький вход. По легенде считается, что Ермак здесь перезимовал, с ним еще 200 человек из его дружины, и вроде бы даже они там прикопали какой-то свой клад. Это вряд ли. Ермак с казаками только вышли в поход, и ничего награбить они еще не успели. Если у Ермака здесь что-то и было, то склад, а не клад. Забраться в пещеру Ермака – дело чести уральского скалолаза. Вниз я спущусь на веревке, веревка крепится к дереву. Для спуска используется простейшее альпинистское устройство – восьмерка. Высота скалы 40 метров, до пещеры Ермака примерно метров 17. Размер пещеры, как салон автобуса. Маловато будет для зимовки 200 человек. А вообще есть доподлинное свидетельство того, что Ермак действительно здесь зимовал? Ермак не Ермак, но вот на той поляне археологи нашли обрывки русской кольчуги 16 века. Вот на этой поляне, которая внизу? Да, на ней. А в принципе ему резон здесь зимовать был? По правде говоря, никакого. Отсюда до ближайшей Строгановской деревни всего два дня пути, а до Сибири еще больше тысячи верст. Зимовка Ермака – она дальше, на хребте. Ермак ведет дружину без дороги, по интуиции. Ермак в одном лице и Колумб, и Кортес русской истории. Он должен и найти дорогу в Индию, и покорить индейцев. На самом деле, до зимы дружина Ермака успевает подняться по Чусовой до вот этого впадения в нее реки Серебряной. Вверх по реке Серебряной казаки тащат свои струги волоком. И на верховьях реки, почти на перевале, встают на вторую зимовку. Отсюда, по реке Серебрянке, Ермак Повольский Василий Тимофеев 4-5 сентября начал свой поход на Сибирь, 1581 год. Ну, это, конечно, самодеятельность местных туристов. Хотя, действительно, Ермак здесь закончил путь с юга на север и начал путь на восток. Зимой, пока болота замерзшие, казаки перетаскивают на ту сторону Уральского хребта пушки и все припасы. А вот тяжелые струги уже никак не перекинешь через горы. Струги остаются на Серебряной. Но нет поперек хребта пути по воде. И, зазимовав там, в Азию казаки переходят пешком, строят новые струги, по ним добираются до их дыша и этим, получается, сбивают замок из Сибири. Причем тогдашние владыки Сибири еще не понимают, какая это угроза. Через 200 лет после Куликовской битвы на Дону Ермак на Иртыше завершает это Мамаево-побоище, начатое Дмитрием Донским. Маршрутом Ермака по Иртышу сегодня проще всего идти на снегоходах. Двигаться можно в любом направлении. Города на Урале очень часто стоят на реках. Река – это сообщение между городами. Главное войско хану Кучума поджидает русских на Иртышском берегу неподалеку от сибирской столицы – города Искер. Татар в десятеро больше. Но Ермаку отступать немыслимо, до холодов не успеть пройти полторы тысячи верст обратного пути. Или погибнуть, или зимовать в Искере. Только вперед! Вот мы добрались почти до того места встречи, которое изменить нельзя. Только ввиду этих Иртышских гор, когда штурм Искера становится неизбежным, поход Ермака и его войска становится историческим деянием. Да и войском-то оно стало только сейчас, потому что только сейчас у казаков появилась цель. И цель эта даже не Искер, а вся Сибирь. Ермак понял это первым, и поэтому в дружине теперь едино началие. Огонь! Вами! Татарское войско ливнем стрел не дает казакам высадиться на берег. Но казакам терять нечего. Они ломят, рубятся прямо в воде вокруг стругов. Не сдержав напора, татары бегут. Алафейские горы, они заканчиваются Чувашским мысом. Подвиг, вписанный в пейзаж. 120 лет назад на этом месте Василий Суриков пишет с натуры эскизы своей картины «Покорение Сибири Ермаком». Когда в Петербурге, в Михайловском дворце открывают русский музей императора Александра Третьего, картина Сурикова вписывается в идеологию главной имперской галереи. Романовы, конечно, когда картину покупали, они понимали, что «Покорение Сибири» – это подвиг Ермака во имя престола. А по Сурикову получается, что это, скорее, народный порыв. Суриков, для наглядности, вообще со многим переборщил. Вот это вот место, поле битвы, называется «Княжий луг». Суриков над ним, на холме, поставил столицу сибирских татар Искер. Вот обозначены стены и башенки Искерского города. А в реальности Искер находится в 15 верстах от «Княжьего луга». Битва была, конечно, жестокая, но вот никакой паники не было. От грохота русских выстрелов татары не бежали, сломя голову. А татары знали к тому времени огнестрельное оружие? Да, татары знали огнестрельное оружие, хотя вооружены были копьями и луками, но в Искере у них была пушка. Так что сибирские татары выстрелов не боялись, они не индейцы Монте-Сумы. После битвы сибирская столица Искер стоит пустая. Хан Кучум бежал и вместе со своим гаремом скрылся в тайге. Казаки занимают город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта площадка наверху – все, что осталось от Искера. Такая горбушка на буханке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это снегоступы. На них можно забраться туда, куда и снегоход не пройдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь площадка 20 на 40 метров. От всего Искера земли осталось на два дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все остальное подгрыз иртыш. По-татарски значит землерой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В покоренном Искере местные князьки, вассалы татарского хана, приносят присягу Ермаку. Он, разбойник, ведет себя, как полномочный царский воевода. Вот что значит уверовать в свою миссию. Ермак отправляет посольство. Мимо Урала, мимо Строгановых, которые его посылали, прямо в Москву, чтобы подарить завоеванную им Сибирь царю Ивану Грозному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Богатство-то какое! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Кремле царь Иван Грозный принимает от казаков в дар Сибирь. Царь прощает Ермаку прежний разбой и подтверждает полномочия самопровозглашенного воевода. Сибирь стоит русского закона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сибирское царство тебе атаман Ермак подарил. Навек от базурманских угроз с Востока избавил. Пока царь празднует удвоение своей страны, Ермак держит в Искере оборону от Кучума. Два с половиной года. В живых осталась одна шестая часть дружины. Но сдать Сибирь обратно уже немыслимо. Это поймут даже татары. Только неугомонный Кучум все жаждал реванша. И где-то в степях приближенные задушили надоевшего им хана тетевой от лука. Все, кончился даже остаток татаро-монгольского игора. Русь, Московия превращается в Россию. Археологическая находка на месте бывшего Искера. По легенде, Иван Грозный подарил Ермаку кольчугу. Вот знак с кольчуги Ермака. Только татары выманили Ермака в засаду у реки Вагай. Раненый, он бросается в воду, хочет доплыть до стругов. Но тяжела царская кольчуга. Ермак тонет. Ермак так и остался неразгаданной загадкой. Кто он? Откуда? Пришел с реки Волги и ушел в реку Вагай. А река Кама подмыла крепость Орел, откуда начался поход Ермака. А река Иртыш поглотила город Искер, где поход завершился. Но получается, что в Уральско-Сибирской истории эти подробности и не нужны. Не нужны, как шлаг. Уральская матрица, она работает, как плавильная печь. Она, как рудой, загрузилась Русью и Ордой, Грозным и Кучумом. И разбойника переплавила в народного героя, в Ермака. То есть он здесь возникает, как слиток. Поход Ермака не окно в Сибирь прорубил, а распахнул ворота. Начинается стремительная русская крестьянская колонизация Урала и Сибири. Только вот дорога Ермака по рекам очень неудобная. Новый царь Борис Годунов приказывает отыскать другую. А кто нашел новую дорогу в Сибирь? Уральский крестьянин Артемий Бабинов. Тоже по воде дорога? Нет, теперь уже сухопутную. Вот в эту пещеру на поклонение идолам приходили местные племена вагулах через прибет. Бабинов выследил их, хотя его убили бы, если бы заметили. И по вагульской тропе проложил новую дорогу в Сибирь. Короткую. А царь Борис Годунов как-то Бабинова за эту дорогу наградил? Этой же дорогой и наградил. То есть отдал ее Бабинову в управление, так, чтобы Бабинов ее обустроил, поставил на ней деревни, ну и получал дивиденды с использования. То есть получается, это русская платная дорога 17 века, отданная отчастнику в концессию? Получается так. Новую сибирскую дорогу в народе так и назовут – Бабиновский тракт. Он 200 лет прослужит главным путем в Сибирь. Бабиновский тракт давно заброшен и зарос лесом. По нему можно проехать только на квадроцикле. Это вообще лучший транспорт, когда не дороги, а направления. По этой дороге шли русские землепроходцы и каторжники. Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, протопоп Аввакум. По этой дороге Россия перетекает в Сибирь и разливается до Тихого океана. Вот как обрывается Европа в Азию. Пока ехали по долинам и по вскоре, была одна земля – Урал, а здесь обрыв и сразу другая земля – Сибирь. Кажется, что видишь ее всю, и там на горизонте, где зеленое море, тайги уже смыкаясь с небом, синеет. Кажется, там и есть Тихий океан. Перед Уралом, как перед плотиной, копился-копился русский напор, пока вместе с Ермаком не переклестнул через хребет и за сто лет разлился до самой Камчатки. Русский натиск на Урале начал копиться лет за 150 до Ермака. Оттуда, с севера, по этой реке, она называется Колва, приходят на Урал первые русские поселенцы. Это начало 15 века, это еще татаро-монгольское иго. Здесь, на этой горке, они ставят бреренчатый чистокон с башенками, а внутри дома, амбары и храмы. И этот город они назовут Чердень. Чердень, первый русский город Урала, Москва объявляет столицей последнего удельного русского княжества, Перми Великой. Так Москва вытаскивает Урал из-под господина Великого Новгорода. Вот он, вал Черденского Кремля. Город держит оборону от наступающих на него хозяев Урала, вагулов, чтобы предупредить об опасности заранее, вот там, на горе Палют, вот на той русская застава. Если наступают вагулы, оттуда сигнал, огонь, в полах. Пора бы ему вспыхнуть. По преданию, здесь, на горе, сигнальный огонь для Чердени зажигал русский богатырь Палют. Потом он ушел в эту гору. А вот след, который оставил богатырь Палют. Если у меня 37-й размер, то это, наверное, 80-й. Есть сигнал. Городок предупрежден, значит, вооружен. Чердень тогда была, ну, величиной с теннисной кортой, клочок земли. Но для Урала это отсюда есть пошла русская земля. Но местом встречи Урал стал задолго до русских. В средние века здесь проходит Великий меховой путь. По нему с севера везут пушнину на ближний и средний восток. А обратно – старую драгоценную утварь с изображениями людей и зверей. Таких сюжетов не допускает ислам – новая религия Востока. Иранское блюдо 7 века нашей эры. А поверх иранской чеканки вот тут, едва различимыми линиями, рисунок уральского шамана. И таких персидских серебряных блюд на Урале найдено больше, чем на территории Ирана. А зачем шаманам были нужны эти серебряные блюда? А потому что на многих блюдах изображение рогатых животных – оленей или вот здесь, например, туров. А рогатый Великий лось был священным животным древних финноугров. На святилищах шамана вот так вот по четыре раскладывали на земле эти блюда, призывали великого лося, и он с неба спускался и вставал копытами на эти блюда. То есть получается, что сама земля, вот голая, она скверна для священного лося. И вот под каждый из четырех копыт нужен такой изолятор. Да, а на блюда насыпали приношения, например, драгоценные камни. И уральская матрица производила новый образ. Получается вот так. Русские рабочие заводов Урала видят обряд с шаманскими блюдами и рассказывают о нем уже по-своему. Так на Урале, на месте встречи, ислама, шаманского язычества и православия, рождается свой сказочный персонаж – олень-серебряная копытца, который ударом копыт выбивает самоцветом. А главным врагом оленя на Урале оказывается конь. Конные кочевники нападают на заводы. Охранять заводы поручено казакам, которые ведут свою историю от дружины Ермака. Чтобы в глухих уральских степях не замерзали по ночам казачьи дозоры, в 18 веке здесь придумали этот чудо-прибор. Вода из ручьев, уральские степи небезводные, топили перекатиполем или кизяком. Заваривали поначалу, конечно, не чай, он тогда очень дорог, а степные травы – чабрец, душицу, мяту. И ведь так можно не только чай скипятить, но и, например, сварить спитень. А самое главное достоинство, что самовар, в отличие от простого котла над костром, не выдаст ночной казачий дозор открытым огнем. Для казаков самовары паяют уральские заводы демидовых. Оттуда самовары попадают на тульские демидовские заводы. Так уральские военно-полевые кипятильники становятся общенациональным товаром народного потребления. С 19 века уже вся Россия от ист до дворцов чаевничает с тульским самоваром. Но и казакам самовары продолжают служить. Они берут их во все походы, в том числе заграничные. И увиденные иностранцами, самовары станут для мира одним из символов России. Вот здесь, в этой степи, очевидно, первое уральское место встречи цивилизаций. Здесь археологи нашли городище древних ариев – Аркаим. Вот этот камень обозначает центр городища. А возраст городища какой? Примерно 4 тысячи лет. То есть получается, городище – ровесник первых египетских пирамид. Легендарный народ древних ариев выходит из степей Причерноморья и движется на восток. На Южном Урале у ариев привал лет на 50 или 100. Здесь арии строят два десятка таких городищ, как Аркаим. А потом они вдруг сжигают свои города и круто поворачивают к югу. Дальше их следы встретятся в Иране и Индии. Вот восстановленный фрагмент внешней стены. Стена была примерно такая, только со всех сторон обмазанная глиной. Потому что город Аркаим, по сути, был единым круглым домом-крепостью. И этот круг еще делился на такие сегменты. Вот одно жилище, другое жилище. Да, а это вот яма очагов. И в одном таком жилище сколько народу живо? 50-60 человек примерно. А всего в городе? 2-3 тысячи жителей. Арии пришли на Урал огнепоклонниками. У них царил культ простоты и бедности. Украшений не носили даже женщины. Возможно, что на Урале религией ариев стало учение пророка Заратустры. Мало того, что легенда говорит, будто здесь, на семи ветрах, арии встретились с бродящим пророком Заратустрой. Так еще и говорят, будто сам Заратустро был родом с Урала. А есть тому какие-то исторические свидетельства? Никаких, но возраст Аркаима совпадает с датой основания религии Заратустры по календарю его последователей. Пророк Заратустро первым в истории человечества дал понятие добра и зла. Так началась сегодняшняя мировая этика. По канонической версии, Заратустро жил в восточном Иране. И его учение, зороастризм, было государственной религией Ирана до завоевания страны арабами. Но ведь вот эти каменные спирали, они же не со времен Аркаима? Их насыпали нынешние эзотерики. Они верят, что по этим спиралям можно выйти к точке силы. И что, сила там в центре спирали действует? На них, видимо, действует. В любом случае, Урал все равно место встречи. Либо здесь древние арии встретились с Заратустро и родилась религия зороастризма, либо нынешние эзотерики встретились с археологами и родились представления обо всем этом. Ну хорошо. Эзотерики, понятно, они там точку силы нашли, а арии здесь что нашли? Арии здесь обрели цель основать собственную цивилизацию, то есть свое государство со своей религией. К этой цели они и пошли с Урала. Археологи обнаружили Аркаим в 1987 году, обследуя территорию будущего водохранилища. Чтобы спасти городище от затопления, на Урале развернули такую общественную кампанию, как в Сибири, чтобы спасти Байкал. И ведь отстояли редкий случай проявления гражданского общества. Но все-таки самый настоящий вид на Аркаим сверху. Только тогда понимаешь замысел строительства городищ и уже не можешь не поверить в существование цивилизации арии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С высоты Аркаим, будто колесо Зодиака, скатилось с небосвода и легло в степи среди ковылья. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok